В правительстве Новосибирской области проходит 20-я юбилейная премия межрегионального конкурса «Директор Года Сибири» предприятия «Года Сибири». Кто же оказался главным РБК, расскажет. В зале только авторитетные руководители, чьи предприятия достигли высоких результатов. Те, кто в уходящем году реализовали масштабные проекты, внедрили новаторские идеи, решения и внесли свой склад в развитие Новосибирской области. Этих людей не остановили ни пандемия, ни изменение курса валют, ни санкции, ни какие-либо другие глобальные перемены. 20-й год подряд издательский дом «Сибирское слово» и «Марп» поощряют представителей бизнеса. За это время их имена уже давно стали брендом «Сибири» и появились новые. Приятно видеть в этом зале и традиционных участников этой церемонии, которой мне уже тоже неоднократно удавалось принимать. Участие и новые лица тех самых руководителей, которые в самых разных условиях и хороших, и непростых не жалуются на тяготы, на тяжелую долю российского предпринимателя, руководителя. Невзирая на все штормы, рыночные штормы, кризисные, пандемийные, санкционные, опираясь на свою команду, твердой рукой ведут корабли своих предприятий и организаций к намеченной цели. За 20 лет эта премия стала событием, объединила представителей бизнеса и выдающихся специалистов в разных областях. Более 650 лидеров были отмечены статуэткой победителя. Город Новосибирск, во-первых, это промышленный центр, это научный центр. Поэтому здесь сосредоточены высокоинтеллектуальные коллективы трудовые, которые решают очень сложные задачи, производственные задачи, причем в разных отраслях. А конкурс, как вы видите, он многоплановый, здесь много очень номинаций. Здесь и образование, здесь и производство, здесь и предоставление услуг различных. Поэтому вот такая соревновательность, она повышает планку, во-первых, позволяет им учиться друг у друга, ну и, конечно, это престиж города. Задача конкурса не меняется, это поддержать наших руководителей, которые решают вашу задачу. Мы благодарим всем партнеров конкурса, МАК, городской право-промышленной палатки, деловой, УСЭР, банковский клуб, отраслевые организации за поддержку, за сотрудничество. Благодарим властной структуре, правительство, вранд-молуприды, ЗАГС-собрания, мэри, горсовет, за то, что благодаря вашей поддержке конкурс реализуется. Это мероприятие анализирует бизнес-итоги, а также дает стимул двигаться дальше в точном направлении. Особая гордость компании и предприятия всех отраслей участвуют в конкурсе. Заветные статуэтки атлантов, бриллиантовые, золотые и серебряные нашли своих обладателей. Иван Крупянко, директор сибирского филиала «Согласия», впервые принял участие в конкурсе и победил в номинации «Финансист года». Неоднократным призером оказался и лидер в сфере кибербезопасности ООСИБ. Среди лауреатов конкурса одно из лучших предприятий строительной сферы «СИБ-монтаж-спецстрой» во главе Анатолия Павлова. Также награды получили успешные предприятия из сферы образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта и лесной отрасли. Больше победа не для меня, а для коллектива. Понимаете, хоть она и называется премия «Директор года», но заслуга победы в этом конкурсе не только моя, а деятельность всего нашего дружного, слаженного коллектива. Поэтому я считаю, что это оценка нашей деятельности, нашей работы на благо нашего родного города. Мы занимаемся строительством, как вы поняли из названия нашей организации и по тому, в какой номинации нам вручили эту награду. Мы занимаемся строительством жилых, в основном, конечно же, объектов и стараемся украшать своими зданиями улицы нашего родного города. И то, что нас заметили, нас отметили, вручили эту награду, значит, мы находимся на правильном и верном пути. И строим действительно те дома, которые люди отмечают, замечают. И это самое главное. Наше сообщество предпринимателей, банкиров, страховщиков, власть, законодательное собрание выбирает действительно самых лучших, достойных. Мне в этом году посчастливилось получить статуэтку за реализацию масштабного инвестиционного проекта. Мы очень много работаем, мало встречаемся. Иногда при награждении узнаем хотя бы очередные новости, где можно сделать какую-то еще кооперацию, взаимодействие для того, чтобы наш региональный бизнес не только расширялся в регионе, но и занимал доминирующую роль на территории Российской Федерации, стран СНГ, а вообще сегодня звучало и в мире. Поэтому вот, наверное, самое главное – отмечать достойных и делать новые вызовы для, не побоюсь этого слова, для транснациональной экспансии. В настоящее время это одна из самых престижных премий в Новосибирске. Как показывают достижения представители бизнеса, сибирские предприятия могут вполне заменить своей продукцией импортную. Для Новосибирской области промышленность, директорский корпус – это одна из фундаментальных ослов общества, экономики. И, конечно, то, что регион, власть и общество отмечают заслуги командиров наших производств – это очень важно. Очень важно это с точки зрения профориентации, то есть видя, какое внимание промышленности уделяются в городе, в области. Это вызывает определенный интерес у молодежи, интерес к инженерным профессиям, интерес к рабочим специальностям. Останется только сделать хорошее предложение, и молодежь будет наша. Премия «Директор года Сибири» предприятия «Года Сибири» – это признание профессиональных заслуг в различных областях. Уникальный формат этого ежегодного мероприятия позволяет отметить те компании, которые формируют облик сибирского бизнеса. О том, кто получит награды в следующем году, можно только высказывать предположения. Однако уже сейчас можно смело гордиться бизнесом, который строится у нас в Сибири. Оксана Фольна, Анастасия Цупищук. События РБК Новосибирск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова